Здравствуйте! С вами выпуск активистских новостей Активатики. На прошлой неделе во многих городах России прошли протестные митинги. Причиной этих митингов послужило недовольство граждан, несправедливым арестом Алексея Навального и вообще недовольством сложившейся ситуации в путинской России. А также таким своеобразным образом люди отмечили 65-летие Владимира Путина. Петербуржцы в знак протеста перекрыли Литейный проспект. Две или три тысячи человек пришли на протестную акцию на Марсово поле и прошли шествием по Петербургу. Власти попытались смешно и жалко предотвратить народное гуляние. Ну, что они сделали? Накануне заявленной демонстрации они пригнали на Марсово поле байкеров, ночных волков и организовали там байкерские гуляния. А уже непосредственно 7 октября на Марсовом поле власти организовали такую интересную акцию. Это была акция с информированием населения о сложной жизни бомжей в России. Но это еще не все. Также громко, по громкоговорителям призывали людей прийти на блокбастер Крым в кинотеатр Родина. Эти призывы вызывали у пришедших активистов дружный хохот. Ну, вообще поведение полиции в Питере 7 октября было просто ужасным, потому что в этот день были очень жесткие задержания. 40 человек было задержано, и одну из активисток, Марину Букину, жестоко побили. Ей пробили голову, в результате женщина была госпитализирована, и ей пришлось накладывать швы. В Москве протестная акция прошла спокойнее. Точно так же пришло много тысяч человек. Они прошлись с транспарантами против Путина и за освобождение Алексея Навального по широким Собянинским тротуарам. И задержания в течение дня не было. Задержания начались, как в сказке про вампиров, только ночью. Празднование юбилея Владимира Путина началось не 7 октября, а накануне, 6 октября. И празднование это было довольно своеобразным, в виде перформанса «Народная воля». В промзоне Петербурга человек в противогазе в черной куртке с надписью «Навальный» поджег покрышки, которые перекрывали железнодорожные пути. Почему же люди выходят на протестные митинги против путинского скрепного режима? Почему они не боятся угрозы ареста? Или почему они не боятся быть избитыми? Что их не устраивает? Давайте разберемся. В одном из прошлых дайджестов «Активатики» я рассказывала о протесте в Ульяновской области. Это протесты жителей против планов властей отдать 780 гектар леса под строительство китайского цементного завода компании «Анчхуйконч». Ульяновцам эти планы явно не нравятся. Они организовали целую протестную кампанию, организовали палаточный лагерь, проводили многодневные голодовки и даже захватили здание областного правительства. И вот 6 октября ульяновцы планировали в сквере на улице Гончарова провести митинг в знак протеста против строительства китайского завода «Анчхуйконч». Но ульяновские власти, которым почему-то страстно хочется отдать 780 гектар российского леса китайской компании, пошли на крайние меры. И накануне митинга они забаррикадировали вход в сквер тротуарной плиткой. Это как раз тот самый момент, когда оппозиционерам поручиться креативности у властей. Но жители Ульяновска все равно пришли на акцию, все равно пришли на митинг и провели народный сход с участием депутата Государственной Дубе Алексеем Куриным. Страх перед народными протестами на прошлой неделе обуял не только чиновников Ульяновской области, но также и полицию в подмосковном Селятино. Дело в том, что жители Подмосковья решили провести в Селятино митинг против чудовищных планов властей построить губительный для здоровья и убийственный для экологии мусоросжигательный завод. Ну и что сделала полиция? В день проведения акции 7 октября они оцепили площадь, на которой должен был проходить митинг и громко заявили, что здесь якобы обнаружена бомба. Причем вот что интересно, то что рядом стояли высотки и никого почему-то оттуда полиция не собиралась эвакуировать, и опять же рядом с этой площадью мирно играли дети, которых тоже почему-то власти не эвакуировали. Вообще поведение полиции в Селятино 7 октября отмечало какая-то нервозность, потому что когда люди все-таки пришли на митинг, то, конечно, они начали проводить фото-видеосъемку. Полиция стала реагировать очень резко, агрессивно, они стали требовать, чтобы видеосъемка была прекращена, хотя это абсолютно незаконно, потому что в соответствии с законом о полиции люди, граждане, имеют право снимать лиц при исполнении своих служебных обязанностей, а это, следовательно, полицейских люди имеют право снимать без всяких проблем. Полиция в ответ зачем-то задержала организатора митинга Сергея Дорофеева и двух активистов, Елену Левкину и Наталью Королеву. Говоря о недовольстве граждан, конечно же, стоит упомянуть и недовольство москвичей тем планом, который сейчас развернули московские власти по безумной и бездумной застройке Москвы. Так 3 октября прошли общественные слушания в Москве по поводу изменения правил землепользования и застройки города Москвы. Под этим длинным и витиеватым названием скрывается строительство очередного транспортно-пересадочного узла на Дмитровской. Но если вы считаете, что чиновники московские озаботились темой логистики и хотят решить транспортные проблемы москвичей, то вы глубоко ошибаетесь. Это будет не нормальный транспортно-пересадочный узел, а транспортно-пересадочный небоскреб и плюс жилой квартал с многоэтажными домами, высота которых достигает 60 этажей. Вы себе можете представить транспортно-пересадочный 60-этажный узел? Это вот как это будет выглядеть? То есть получается, что москвичи будут подниматься на 60-й этаж, а оттуда на летающих маршрутках и летающих автобусах разлетаться по всей Москве. Только, вероятно, так. Ну, конечно, это совершенно безумные планы, и эти планы затрагивают сразу три района, и Бутырский, и Тимирязевский, и, собственно, сам Дмитриевский. И люди, конечно же, недовольны, потому что это будет не решение транспортной проблемы, а это будут очередные шум и грязь. Что очень неприятно, на строительство вот этого транспортно-пересадочного узла опять пойдут деньги москвичей. Ведь Собядин вряд ли продаст свою дачу для того, чтобы создать вот этот 60-этажный транспортный узел. Вообще, если власти не поменяют свою политику и продолжат и дальше строить 60-этажные транспортно-пересадочные узлы, продолжат возводить опасные для здоровья мусоросжигательные заводы и отдавать российские леса китайским анчхуйкончам, то я боюсь, что протестные настроения будут только возрастать. И люди будут выходить на многотысячные демонстрации, а может быть, даже они учтут опыт ульяновских властей с возведением баррикад из тротуарной плитки. И не получится ли так, что в этом случае тротуарной плиткой и баррикадами воспользуются уже не власти.